Нарушивать экспорт, створать умовы для реализации инновацийных пропону и притягивать замежные инвестиции. Как предприемствам выращать эти задачи и чем им может помочь УЛАДА, обмерковали уделники выездного президента областного совета депутатов. И они наведали некольких витебских вытворцев экспортеров инновацийной продукции. Их опыт могут выкорестовывать и иншие предприемства региону, упевнились депутаты и наш корреспондент Инна Киренкова. Местовые органы УЛАДА должны оказываться дейничество и поддержку инвестору, которые заинтересованы в развитии высокотехнологичной вытворчести. Становочие примеры такого взаимодействия есть. Взять до примера витебское предприемство «Монолит» по вытворчеству микроэлектронных комплектующих, которому были переданы акции государства. Сейчас это один из буйнейших в республике экспортеров продукции. Большая часть ее идет на российский рынок – 96% от огольного объема. Остатние – амальча 4% рынки, краин далекого и близкого замежа. Тут выпускают до 10 тысяч наименню продукции. Депутатам наглядно демонструют и новую линейку товару, с якой вытворцы уже завтра намерены выходить на замежные рынки. Это новые изделия, которые полностью заменяют весь импорт. Весь Китай мы можем заменить полностью. Мы подобрали все, что только можно. Предприемство высокотехнологичное, закуплено сучасное обсталявание. Увесь процесс вытворчасти полностью автоматизованный. Директор предприемства Акиф Гасимов знакомит депутата с основными вытворчими процессами, звертаючи увагу на высокий уровень культуры вытворчасти и подрихтовку кадров. Усё это позволяет избегать самых минимальных помилок, что особенно не допущено в выработке подобной продукции. Она потребована на рынке, а значит, нет проблем и со сбытом. На примере сегодня работы Витебского госполкома и Витебского городского сояда депутатов именно показали, что там, где есть понимание между инвестором, там, где есть понимание между собственниками и органами исполнительной власти, где есть поддержка, там сегодня развивается бизнес. Ну и, конечно, хотели сегодня опять же на примере современных предприятий показать, что сегодня развивается наша промышленность, что по многим параметрам мы и первые, и единственные на просторах СНГ, что есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. Ты мне меньше уличиваю, что не простую экономичную ситуацию, не которую предприятия сегодня вымушены скорочать объемы поставок. Коли 10 витебских субъектов господарения на угол снизили объемы выпускаемой продукции в поравнании с леташним. Потребны кардинальные меры. Выход здесь видится не только в активной работе с имеющимися субъектами хозяйственными, но и в создании в городе новых предприятий, организаций реального сектора экономики, в том числе с иностранным капиталом. На 2017 год ситуация в реальном секторе экономики диктует условия создать в городе не менее 80 новых предприятий. И упор необходимо сделать на создание предприятий с иностранным капиталом. Сюлита необходимо притягнуть не меньше за 14 миллионов долларов замежных инвестиций в реальный сектор экономики. Для выполнения этой задачи потребна сглаженная работа всех – промысловцев и мясовых уладов. С тем, как забеспечить развитие экспорта ориентованной вытворчасти, створение новых працовных мест, нарушение объемов знишнеэкономичного гандлю. Инна Кириенкова, Ян Пчельников, Новины, Витебск.